Если мы вспомним приход нынешней администрации, то пришла она под лозунгом того, что мы с Россией проведем перезагрузку и то, что я буду первым, Обама говорил, что я буду первым тихоокеанским президентом Америки. В принципе, одна из главных черт, которые должны были присущи этой администрации, это налаживание взаимоотношений с Россией и выстраивание новой архитектуры в регионе, которая сейчас многими рассматривается, в том числе, кстати, европейцами, рассматривается как точка притяжения современного мира. Не случайно в 1990 году они заключили соглашение о свободной торговле с Южной Кореей, сейчас идут переговоры с рядами других стран, включая Японию и даже Вьетнам. В этом смысле я бы, честно говоря, перестал говорить о российско-европейских отношениях. Есть российско- и евроатлантические отношения. То есть взаимоотношения Европы, к сожалению, она практически свой-то голос теряет. Ну, давайте вспомним, два дня назад, перед Большой Семеркой давала интервью Ангела Меркель, она, по сути, повторила те же угрозы, которые в сентябре, угрозы миру, которые в сентябре озвучил президент Обама. В той же последовательности Россия, Эбола, ИГИЛ. Вот эти три главные особенности. Более того, ну, несоединенные Штаты, в конце концов, предлагали Украине вот это поспешное соглашение об ассоциации. И проталкивали активно это соглашение, которое послужило детонатором тех событий, печальных, трагических событий, которые сейчас происходят на Украине. Которое происходит на юго-востоке. Украина не была бы хуже. Потому что следующий шаг. Уже даже не вопрос об Украине. Сейчас вопрос встает о Приднестровье. В Приднестровье находятся российские войска. Нападение на российских миротворцев в 2008 году результировалось столкновение, боевое столкновение с водом российских войск. Что здесь в данном случае важно Соединенным Штатам? Но для Соединенных Штатов важно сделать Россию, вот сколько бы они в 2014 году не делали из нее страну агрессора, угрозу миру во всем мире, это не совсем получается. Потому что большинство стран современного мира, крупных держав, таких как Китай, Индия, они продолжают взаимоотношения. И не более того, эти взаимоотношения даже в известной степени улучшаются. Но если действительно Россия будет вынуждена применить свои вооруженные силы на Украине или в Приднестровье, то даже очень хорошо относящиеся к нам государства вынуждены будут пересматривать эти взаимоотношения. Вот тогда действительно возможно будет провести реальную изоляцию России, то есть реально сделать из нее врага, реально перейти к холодной войне. Потому что в холодную войну обычно должны играть двое, либо две державы, два блока. И вот интервью Путина показывает, что Владимир Владимирович в эту игру играть не хочет. И чтобы его заставить играть, а это заставить играть, значит, по чужим правилам, здесь могут быть предприняты различные шаги. Может, ну, скорее всего, произойдет обострение на Його-Востоке и возникнет еще один конфликт. Он уже практически назревает. В Приднестровье ужесточается блокада Приднестровья, а там, я еще раз напомню, находятся российские миротворцы под российским флагом.